Русские народные танцы под электронные басы драм энд бейса. Студенты из Алтайского края уверены, любые новые направления и жанры только украшают выступления. На сцене драматического театра ребята представляют свою региональную программу. Выступление основано на сюжете мультфильма Падал прошлогодний снег. Региональная программа, своеобразная визитка каждой делегации выступлений задействовано максимальное количество участников. Длится оно 40 минут. Дольше, чем любой из номеров в других номинациях. Студенты поют, танцуют, читают стихи. В итоге у некоторых получается полноценный мюзикл. Здесь ребята, которые просто поражают тем, как они это делают грамотно, органично, точно. Многим из них надо просто, может быть, еще что-то чуть-чуть добавить, они могут менять специализацию. То есть, если они в институте участвуют на геодезисты или финансисты, они могут смело стать вокалистами, исполнителями, актерами, сценаристами. То есть, есть все предпосылки. Вопрос, что выберет человек. Наедине с жюри и зрителями. Это главное отличие театрального направления от региональной программы во второй конкурсный день. Из 75 номеров почти все сольные. Кто-то превращает свой монолог в небольшой перформанс с аудио и видеоэффектами. Кто-то просто читает любимые стихотворения. Есенин и Маяковский – бессменные кумиры молодежи. Отрывки из их произведений звучат со сцены чаще всего. А вот Диана Амирханова из Дагестана выбрала стихи своей современницы, эпатажной поэтессы Саши Кладбище. Здесь симпатию жюри завоевывают не глаголом, а пируэтом. В Тульском государственном университете студенты борются за победы в танцевальных номинациях. Пока одни выступают на сцене, девушки из Ставрополья в холле повторяют основные движения. Репетируют без сценических костюмов. Их оденут перед самым выходом. Только все от вас зависит, кто как вы станцуете. Поэтому сейчас сконцентрируйтесь и выложите вообще все в порядке. Не волнуйтесь про костюмы, но не включатся, потом вас убьют. Но это будет потом. Что за костюмы – секрет. Они должны стать сюрпризом для жюри. Известно только, что в наряды встроены светодиоды. По плану они загорятся в середине танца. Главное, чтобы не отказала электроника. За провода и лампочки девчонки волнуются больше, чем за хореографию. Только таланта для победы может оказаться мало. Зрителей нужно по-настоящему удивить. Второй день студенческой весны встретил участников холодом и дождем. Но несмотря на это, конкурсную программу менять не стали. Коррективы внесли лишь в расписание. Например, юные журналисты использовали каждую минуту, когда переставал моросить дождь. Анна Степанова следила за их работой. Да, Максим, базой для студентов-журналистов по-прежнему является музей оружия. Однако здесь они время почти не проводят. Ведь одно из главных заданий – обзор брендов Тулы. Поэтому, несмотря на погоду, ребята взяли свои камеры, микрофоны и разошлись по разным концам города. Оружие, самовар и пряник – так называется последнее задание для участников конкурса журналистики. Причем, как комбинировать эти понятия, решают именно студенты. Съемочная группа из Ульяна вскоре ассоциации захотела расширить. После пряников и самоваров. В их сюжете пойдут Блоха, Толстой и памятник хвосту. Все без чего трудно представить Тулу. Для поиска свежих идей съемочная группа отправляется в центр города. Там находят и героя. Реша, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, сложно было подковывать Блоху? Но все-таки вы с этим справились, и вы огромный молодец. Она получилась очень красивая. Вот все жители ей любуются. А скажите, вам здорово вот стоять тут в Туле, в центре, на вас все смотрят, около вас ходят. Не стесняйтесь. Я бы тоже на вашем месте стеснялась. Все-таки люди скромные, да. Пока журналисты мокнут под дождем, на сцене дождь устраивают сами участники. Ливень из блестящей фольги воплощает в жизненном героине. В Зареченском ДК студенты соревнуются в оригинальном жанре. На сцене выступают иллюзионисты из Татарстана. На глазах у зрителей они оживляют кукол и нарисованных голубей. На сцене пантомимы, жонглирование, брейк-данс за кулисами – хаос. Декорации доделывают прямо на месте. Скручивают цветы из бумаги, крепят деревянные конструкции. Оригинальный жанр, пожалуй, самое красочное и сложное направление студенческой весны. Чтобы сделать из проволоки и органзы головы оленей и змей, склеить из попьем оше птиц и львов, студенты ищу вашей потратили не один месяц. Декорации везли с собой в автобусе. Больше 50 номеров в день выступлений идут в 9 часов без перерыва. И в зале, и за дверью группы поддержки. Ни один номер не обходится без аплодисментов. Тульская филармония по накалу эмоций не отстает. Сегодня здесь играют классику. Номинации – академический вокал и инструментальное исполнение. Маша и Марина Ивановы из Псковской области выступают в числе первых. Акцент делают на свое полное сходство. Внешность – одинаковые платья, музыкальные инструменты. Близняшки подхватывают друг друга с половины ноты. Конкурсы с утра и до вечера, мастер-классы, обсуждения, семинары. Но, несмотря на такой насыщенный график, сразу после отборов надевают куртки, дождевики и отправляются в город. Каждую минуту этой недели, как в дивизии фестиваля, они исполняют свои мечты. Анна Степанова, Максим Черепанов, Вадим Роженков, Александр Лехнар. Первый Тульский.